Хотите выглядеть модно, но не хватает денег на обновление гардероба? А наш стилист Роман Медный утверждает, что с помощью одного шарфа вы можете создать пять неповторимых образов и каждый день выглядеть и стильно, и модно. И, наверное, быть счастливой в связи с этим. Здравствуй, Ромочка! Да, ну повода для счастья на самом деле можно найти огромное количество, но то, что из одного шарфа можно сделать пять разнообразных аксессуаров, которые по-разному будут взаимодействовать с вашей фигурой, могут увеличить грудь, могут добавить роста, могут сделать вас визуально более стройной. Это, конечно, не может не радовать. А где взять такой шарф, Ром? Это абсолютно обыкновенный палантин, который, с одной стороны, модный в этом сезоне, с другой стороны, это классика, которая уже буквально 300 лет. Ты попросил принести мой любимый шарф-палантин, и я выбрала вот этот розовый. Из него получится создать те великолепные образы, о которых ты сказал, но в которые, честно говоря, пока не верится. Потому что шарф один, а дней-то, когда хочется быть модной, много. Как должен выглядеть палантин, который подойдет для наших экспериментов? Во-первых, он должен быть довольно длинный, то есть длина в среднем должна быть не меньше метр двадцать. И в ширину, соответственно, он не меньше 80 сантиметров. Я заранее попросила наших гостей, зная о нашей сегодняшней встрече, взять с собой свои любимые шарфы. Итак, у меня к вам вопрос. Как вы обычно носите палантин? Покажите. О, я тоже эти способы знаю, Рома. Ну, видишь, практически все используют два основных способа. Это петелька и это просто обернуть палантин вокруг шеи. Первый способ, в принципе, удобен, потому что закрывают шею, утепляют, но при этом возникает непонятный вот этот хвост, который неизвестно куда девать, и который не всегда хорошо смотрится на верхней одежде. А второй способ, когда мы просто набрасываем палантин и обматываем его вокруг шеи, он тоже теплый, но при этом кто пробовал его носить с верхней одеждой, знает, что не очень практично, потому что он все время соскальзывает, разматывается, особенно если дует ветер. И потом, Ромочка, ну это же скучно в конце концов. А мы же хотим, чтобы стильно, чтобы модно, чтобы разнообразно. И сегодня я вам покажу пять уникальных способов ношения шарфа либо палантина для того, чтобы каждый день вашей недели был просто оригинальным, незабываемым. Шарф-неделька? Ага. Я возвращаю тебе твой палантин. Первый способ, который я хотел бы показать, визуально увеличивает грудь. Он подойдет девушкам, у которых крупные бедра для того, чтобы уравновесить силуэт, либо поможет на просторной верхней одежде зимой визуально создать эффект талии. Кто хочет убедиться в том, что будет именно такой эффект, как Рома сейчас описал, пожалуйста, идите к нам. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Светлана. Почему вы завязали сегодня палантин именно таким образом? Ну, я считаю, что мне так больше идет и скрывает мои недостатки, подчеркивает достоинства. Подчеркивает достоинства, скажем так. То есть правильно ли я понимаю, что вы бы хотели, Света, побольше объема здесь вот в области груди создать? Ну да, как... Да? Рома, выручай. Мы будем показывать разные способы завязывания шарфа, а вы повторяйте за нами. Берем палантин, расправляем его и перекручиваем приблизительно посрединке. То есть перехватываем противоположный угол. У нас получается такой вот бантик. Мы набрасываем его на шею, пропускаем палантин сзади. Причем у нас, смотри, вот один угол получился, и здесь вот у нас второй. То есть у нас получилось два вот таких верхних угла, и нам нужен тот, который будет дальше от нас, сзади противоположный. Узелок может быть компактный. Если на палантине есть бахрома, вы можете завязать бахрому. Единственное, бахрома от этого быстро изнашивается, поэтому все-таки лучше зайти на угол. И теперь, когда у нас все зафиксировано, мы берем и вот эту часть вытягиваем вперед. Причем вытягиваем таким образом, чтобы она у нас повторила форму груди. И я бы сказала, увеличила ее размер, потому что действительно это выглядит эффектно. Слушай, это очень напоминает большой шикарный воротник-хомут. Да, действительно, этот метод называют также хомутом. Мы можем создать легкую асимметрию и выпустить ее вот таким вот образом на плечо. Это хорошо в ветреную погоду. Вы можете расправить палантин на плечи, и таким образом он не будет сдуваться ветром. А еще, мне кажется, даже если снять верхнюю одежду, все равно можно палантин оставить на плечах, когда он так эффектно завязан. Это необыкновенно украшает женщину в целом. Вам же, наверное, хочется увидеть и себя в зеркало? Веркально, да. Ну, смотрите же. Спасибо вам большое за помощь, а наши эксперименты не заканчиваются. Вы можете возвращаться. Кто еще хочет поучаствовать в нашем эксперименте сегодня? Идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, Елена? Следующий вариант позволяет немного расширить плечи и скомпенсировать фигуру груша. Я покажу вариант ношения шарфа, который подойдет как для декоративного ношения поверх верхней одежды, так в принципе в нем можно находиться и в помещении. Идея в том, что мы создаем дополнительный объем при помощи декоративных узлов. Для этого мы палантин разделяем на три части. Эти части должны быть равны. На местах соединения этих частей мы завязываем узлы. Обычный узел? Ничего особенного ввязать не нужно. Узел должен быть не очень жесткий, не очень плотный. С другой стороны делаем точно так же. И смотрим, чтобы у нас получившиеся части были одинаковы по размеру. Получилось. Теперь мы набрасываем шарф на шею. И вот эти оставшиеся две части мы объединяем, укладывая их в эти узлы. О, как оригинально. Да, если есть палантин без бахромы, то он, конечно, идеально подойдет. Сейчас наша задача, главное, спрятать вот эту бахрому, чтобы она не засоряла картинку. Узлы приблизительно одинаковые по форме и размеру. Но при этом так завязанный шарф можно носить немножечко асимметрично, что добавляет образу определенного шарма. Слушай, ну необыкновенно. Невозможно поверить, что это один и тот же палантин. И, кстати, Ром, посмотри, как хорошо тебе получается объяснять. В зале сделали себе такую же красоту. Способы действительно очень простые. С другой стороны, они очень универсальны. Их можно модифицировать. Вы, к примеру, можете затянуть вот так вот узлы потуже, расправить драпировку здесь. И таким образом он уже будет выглядеть совершенно по-другому. Ну что, взглянем? Пожалуйста. Прошу к зеркалу. Да, действительно, так намного лучше, совсем по-другому смотрится фигура. Ну что ж, присаживайтесь. Следующий способ завязывания, наиболее романтичный, наиболее женственный. Это бант-лавальер. Нам очень хочется, чтобы кто-то из вас присоединился. Так, ну давайте вот вы с синим палантином. Как раз он довольно тонкий, подойдет идеально. Здравствуйте. Здравствуйте. Рома, у нас проблема. Какая? У девушки нет никаких проблем. У девушки все великолепно. Причем, судя по всему, у нее не единственный шарфик, потому что такой оригинальный вариант точно не первый в гардеробе. Вы совершенно правы. У меня действительно очень много шарфиков, я их безумно люблю. Но я не умею завязывать все вот эти узлы, как вы показываете. Поэтому у меня их очень много и все разных цветов. То есть вы играете только с цветом. Ну теперь будете играть с объемом и формой. И мне кажется, вот именно вашему романтическому типажу идеально подойдет узел, который я хочу показать. Рома, неприлично разговаривать с девушкой и завязывать ей шарф, если ты не знаешь, как ее зовут. А меня зовут Юлия. Теперь все в порядке. Хорошо, Юлия, тогда начнем. Давайте. Для этого узла лучше использовать довольно тонкий палантин, потому что с толстыми, плотными шерстяными палантинами может получиться чересчур тяжело. Мы берем шарф и набрасываем его на шею таким образом, чтобы у нас с одной стороны получилось приблизительно в два раза больше, чем с другой. Затем более длинную сторону мы берем, подворачиваем край, причем подворачиваем на размер банта. Если мы хотим, чтобы у нас одно крыло банта было приблизительно вот такого размера, мы, соответственно, на такую длину и подворачиваем. Держите серединку и подворачивайте дальше таким образом, чтобы у вас получилось две одинаковые половинки банта. Затем мы берем вторую свободную часть, продеваем ее снизу, набрасываем сверху, затем проводим ее на внешнюю сторону, заводим вот так вот вовнутрь и выправляем через образовавшуюся петлю. Затягиваем настолько плотно, насколько мы хотим. И теперь мы центральную часть банта расправляем таким образом, чтобы она выглядела эффектно. Можем посадить плотно к шее, можем на таком подвесе, и свободные петли, образовавшиеся в ходе первого этапа, мы вот так вот расправляем. На первый взгляд кажется сложновато, но я вижу, что девушки, которые сейчас пытаются это повторить, могут это сделать, и у вас тоже замечательные получаются банты. Как ты говоришь, этот бант называется? Лавальер. Такой метод завязывания посмотрела у Джулианны Мур. Она надела белый шелковый шарфик с темным платьем. Необыкновенно романтично, хоть сейчас на красную дорожку. Причем такой бант можно носить как поверх верхней одежды, так и в качестве украшения. Ну что ж, готова на себя посмотреть? Конечно. Прошу. Ой, а мне так нравится, очень оригинальный, действительно, он такой нарядный. И очень романтично, согласись. Спасибо, Юля, вы нам очень помогли и нашим зрительницам, которые повторили этот вариант завязывания шарфа. И смотрите, как здорово получилось. Вы можете возвращаться. Спасибо. А следующий метод завязывания поможет вам визуально казаться выше. Здорово, но перед этим давай выпьем по чашечке кофе. Угощайся. Нес-кафе. Первое правило утра. Давай скорее продолжать. И сейчас я покажу необычный, но довольно простой узел, который поможет вам визуально казаться стройнее и выше. Девчатки, кто хочет проэкспериментировать, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Марина. Мариночка, вы очень стройная, но не очень высокая, правда? Да. А почему вы именно так шарф завязали? Мне так нравится. Ну тут еще такая штука, что так завязанный шарф визуально может добавить объему сверху. Для маленького роста это не очень хорошо подходит, потому что визуально давит. Что же нужно изменить? Сделаем другой узел. Похожий на этот, тоже абсолютно простой и понятный, но тем не менее позволяющий убрать лишний объем сверху и таким образом казаться стройнее. Начало здесь выглядит так же, как и у узла петли. Мы просто пополам складываем палантин. Можем его немного подкрутить, чтобы пошла косая драпировка. Можем ровно сложить. Это значение не имеет. Исключительно на свой вкус. Затем мы, как на петле, складываем сложенный пополам палантин на шее и одну из сторон продеваем в образовавшуюся петлю. А вот теперь финт. Петлю мы перекручиваем и продеваем в нее вторую сторону. У нас получается вот такая петля с вытянутым V-образным узором, который визуально добавляет роста. Прекрасно. Мне кажется, что вот этот V-образный вырез как раз то, что нужно, если хочется еще и шейку удлинить. Такая прям лебединая шея получается. Этот способ завязывания позволяет визуально выглядеть выше. Хотите на себя в зеркало посмотреть? Конечно, хочу. Давайте. Мне все очень сильно понравилось. Очень красиво. Спасибо вам огромное. Возвращайтесь. Спасибо большое. Итак, уже создано четыре образа с помощью одного палантина. Остается пятый? Да, остается пятый. Самый интригующий. Я покажу, как при помощи шарфа похудеть без диет. О, здорово. Но для этого нам понадобится палантин с градиентом. Так, девушки, у кого? А вот, вот давайте, да, у вас как раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мария. Ну, я смотрю, что у вас шарф двуцветный. Я очень люблю такого типа шарфы и палантины. Они, с одной стороны, очень эффектно смотрятся в драпировке, с другой стороны, во всех узлах они тоже выглядят очень-очень ярко. Ну что ж, начнем. Я беру шарф с градиентом. Мы видим, что здесь у нас центральная часть темная. Мы складываем его пополам, чтобы шарф выглядел таким образом, что одна часть у него темная, другая светлая. И теперь прикладываем его к шее таким образом, чтобы светлая часть у нас оказалась внутри, а более темная часть у нас оказалась снаружи. И таким образом мы получаем уже хорошо нам знакомый смарт-эффект, когда темный контур делает силуэт визуально стройнее. Но для того, чтобы это сработало, необходимо заправить палантин под пояс. И теперь красиво раскладываем драпировку в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если вы хотите казаться выше и стройнее, и у вас довольно крупная грудь, раскладывайте таким образом, чтобы темные участки немного прикрывали грудь. Если же наоборот вы хотите расширить верхнюю часть, компенсируя нижнюю, наоборот, раскладывайте палантин таким образом, чтобы светлой части было больше, а внизу под драпировкой наоборот выправляете более темную. То есть с этим методом вы можете лепить свой силуэт, как пластилин. Причем многие дизайнеры в этом сезоне рекомендуют именно такой метод ношения палантина. Прошу. Очень оригинально, интересно. Буду пробовать так носить. Я в восторге от всех предложенных тобою идей. Спасибо тебе огромное. Привет, YouTube. Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми.